Сегодня все самое прекрасное для очаровательных дам. Теплые слова, красивые цветы и, конечно, внимание. Она сегодня прикована к женщинам в погонах, врачам, учителям, журналистам, общественным деятелям и дамам на пенсии. Благодарственное письмо от Акима Габидулла Абдрахимова получает инспектор по делам несовершеннолетних Алия Акбулаева. Женщина в профессии уже 15 лет. Майор Акбулаева признается, что не боится трудностей и обожает детей. Награждение стало для нее полной неожиданностью. В преддверии праздника это для меня было неожиданностью, но, как оказалось, приятно очень. Меня пригласили на это мероприятие и я буквально за 10 минут узнала, что меня будут награждать. Конечно, приятно то, что отметили нашу работу. Очень приятно сегодня, меня переполняют эмоции. Поздравление от Акимата получает и одна из успешных бизнес-леди города Алма Архабаева. Она успевает заниматься семьей и предпринимательской деятельностью. Живет бизнес-вумен и общественной жизнью. Сегодня, в преддверии этого женского дня, который когда-то заслуженно и героически нам отвоевала наша сестра Клара Центкин, мы отмечаем этот день. Конечно же, в году 365 дней. И много ходит анекдотов по поводу того, что у женщин хотя бы есть один день, когда наши мужчины сильные, достойные, полным сердцем, со всей любовью дарят нам подарки, делают внимание и со своим романтизмом пытаются нас окружить любовью и теплом. Я желаю вам создать такие условия в своей жизни, чтобы каждый наш день был праздником. Поздравляя прекрасных дам, глава города признался, что является ценителем женской красоты. Наши милые дамы, на самом деле я счастлив, что я мужчина, потому что я могу наслаждаться красотой женщины и дарить ей подарки. Я вот только что сказал, что я еще раз не буду уставать и повторять эти слова. Я в лице моей матери, которая подарила мне жизнь, в лице моих сестер, которые дали мне почувствовать первое мужество, в лице моей жены, которая позволила мне почувствовать себя отцом и подарила мне детей. Я в их лице поздравляю всех вас. В зале драмтеатра в этот день без внимания не осталась ни одна женщина. Красные и белые розы достались всем виновницам весеннего праздника.